Это отдыхательная пауза. Привет от слоуна Саши. Здравствуйте, с вами передача Остров Радуги и ее ведущие Лиза и Аня. И у нас в гостях клоун Саша. Саша, а кто такой клоун? Клоун, наклонись, я тебе сейчас покажу. Клоун это веселый человечек, который себе красит носик, ротик, всякие мячики на щечках. Можно тебя немножко попачкать? Давайте. Вот. Теперь тебя. Наклоняй свой носик, сопелку, вот, ай, ай, раз, и прямо накрасили тебе глаз. А, классно. Это веселый человечек, который поднимает настроение в день рождения, когда за окном дождь. Ему нужно как-то поднять настроение девочкам, мальчикам. Он приходит в гости и начинает их стукать, ой, стукать, красить разными, ой, очень красиво. Это, конечно, артист в маске клоуна. Я так себе нафантазировал, когда работал в театре, что к артистам в маске клоуна ему больше, наверное, больше возможностей себя выразить. Я в театре начинал со спектакля «Старик Хатабыч», играл пионера Вольку. А потом постепенно-постепенно приходил к комическим ролям. И потом мне очень легко было просто превратиться в клоуна Сашу. Вот такой я был на бросайке, и вот такой я вот теперь. С таким шлемом, но балжашником с колокольчиками на голове. А сложно быть клоуном? Ну, клоуном не сложно быть, если в тебе здесь присутствует юмор. Юмор, когда ты можешь шутки придумать с коллегами на спектакле, на репетиции, на бросайке, например. То, конечно, это не тяжело. Главное, чтобы в тебе это было. Вот эта юмориночка. А основные клоуны белый и рыжий. А вы какой? Кто к вам ближе? Я какой красно-белый с колокольчиками. Тун-тун. А бывает, когда плохое настроение, вам нужно выходить на сцену. Как вы будете себя настраивать на позитивную волну? А вот, когда только сажусь перед зеркалом, гримироваться, беру зеркало, одеваю носик, и сразу настроение плохое куда-то уходит. Потом начинаю мульки рисовать, еще, не дай бог, кисточка нарисует куда-нибудь. Бог думает, блин, не так нарисовал. И уже настроение как бы меняется в лучшую сторону. А какие еще бывают клоуны? Ну, клоуны мимо бывают, которые не поют, не танцуют, нет вот такого макияжа на лице с какими-нибудь, знаете, кругами черные. Черные-белые такие. И мимо. Это не мой клоун. Мой клоун, который может и пошутить, и попить, и потанцевать, и сказку рассказать. И одеть кого-то рядышком в клоуна. А вы расскажете нам какую-нибудь сказку? Сказку? Сказку рассказать. Маленькую какую-нибудь. Когда мы на Бросайке, например, снимали передачу, у нас была читайка, на которой мы разыгрывали всегда какую-нибудь сказку. И клоун Саша переодевался то в бабу-югушку, то в какую-нибудь бабушку, который там блинчики печет, то в дедушку, который там внученька гладит по голове. Говорит, не квадратненькая у тебя внучочек голова, не квадратненькая. Потом всяких королей, ну, в общем, хлебом не корми. Как режиссер Людмила Александровна Безобраза, который я люблю, она говорила, Сашенька, сейчас ты король, король. А нос-то никогда не снимали. То есть мы одевали костюм, корону или бороду, а нос всегда грим остался на лице. Я говорю, Люда, я же бабушка. А он говорит, ну и что? Я говорю, а у меня нос. Не обращай внимания на нос. А где учится на клоуна? Учится, ну, во-первых, учится, как все, театральный институт, музыкальное училище. А уж как тебе повезет, если ты, как бы, как вот я, например, шел все время в комические роли, да, в комические персонажи. То Рыжего играл, то вот Очкарика играл я в театре. То это и есть школа. Постепенно раз и приходишь вот к клоуну. А что клоун должен уметь делать? Вот у меня, как бы, шоу-клоун, шоумен в маске клоуна, который и танцует, и поет, и конкурсы проводит, и розыгрыши. И бабушку из зала какую-нибудь возьмет с ней, споет, например, песенку про это какого, вот это. Бабушка, научи танцовать черлистом. Или дедушку возьму, дедушка, что ты такой грозный, бах ему молотком. И песню какую-нибудь вместе с ним про старого деда. И вдруг дедушка запляшет, вот так закрутится. То есть шоумен, клоун, артист, да, он должен настолько быть ко всему готовым. Вот малыша взял такого хорошенького. А у меня конкурс, например, я одеваю ему быстренько вот такие панталоны красные с шариками. Вот измеряю ему температуру молотком вот таким вот. Раз, температура 42,2. И мальчик вместе со мной, например, спрашиваю его, ты зарядку утром делаешь? Да. Он, да, не всегда говорит честно. Он говорит, а я не делаю зарядку. Раз, сразу закашу. Я ему говорю, ну а чтобы вот размяться, я говорю, что? И выходим с ним на музыкальный номер. И вдруг мальчик начинает колбаситься, заводиться, танцевать. И вот с компакт-диска вырубает там какой-нибудь трек. Там седьмой, восьмой я говорю, диджей. Я говорю, восьмой там трек. И мальчик начинает со мной уже как артист. Я ему тоже и носик могу одеть, и какой-нибудь шлемчик одеть. И теперь я ему шляпку. Правильно я ответил на вопрос? Да. А что ты рисуешь такой? А вот это секрет. А, хорошо, не буду тут смотреть. А у нас есть видео, как Саша работает. Давайте посмотрим. Давайте. Маленький мальчишка, маленький кораблик Сделал из тетрадного листа Он поплыл и скоро-скоро Утонул на повороте Но не утонулась ни мечта Если очень хочешь, своего добьешься А мальчишке снились якоря Стал мальчишка капитаном И давно его качают вовсе не бумажные моря Стал мальчишка капитаном И давно его качают вовсе не бумажные моря Надо, надо, надо Всюду, всюду, всюду Надо, надо, надо Надо верить чуду Говорите всюду Всюду, 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 всюду Место буду или нет? Буду, 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 буду Где ты, где ты, где ты Мальчик сероглазый Капитан игрушечной ладьи Почему, как твой кораблик Все плывут, плывут за мною Давние мечтания мои Почему, как твой кораблик Все плывут, плывут за мною Давние мечтания мои Надо, надо, надо Всюду, всюду, всюду Надо, надо, надо Надо верить чуду Говорите всюду Всюду, 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 всюду Место буду или нет? Буду, 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 буду Классно А что за передача, вы говорили Бросайка? Бросайка, это чудесная передача Я попал на телевидение Совершенно случайно Я тогда уже работал клоуном И вот в детской редакции Была вот какого Вот идея создать Такую программу для детей Такого, как бы Широкого, как бы, я не знаю Формата, чтобы Ребенок на ней и рисовал И изучал наш город Изучал природу вокруг города Рисовал, рисуй, Костанция В общем Для детей, для школьников С их родителями, с учителями Такая была шикарная программа И в студии большой собирались Вообще столько собиралось Детей Это было очень Это было настоящее соревнование Потому что главный приз у нас был Велосипед И поэтому все дети Так хотели быстренько Ответить хорошо Город я знаю Такой-то канал Называется так Кто там это какого Жучок, как это Такой зелененький Маленький Знаю Это букашка там, таракашка Потом нарисуйки Чья это картина? Кто рисовал? И так далее Там, то есть Мне-то самому Как к ведущему Было интересно Вообще Правильно Ребенок отвечает Или нет? Я все время К режиссеру говорю Людмила Александровна Правильно Молодец мальчик Потому что Главный приз Велосипед Все хотели заработать Вот Передача была Замечательная Но все хорошее Когда Заканчивается Мы были Шесть лет В эфире Поэтому Это было Достаточно И для меня Конечно Для меня Это была хорошая реклама Я когда появлялся Вот в этом макияже Все говорили А это клоун из Бросайки Или объявляли В концерте Клоун Бросайка Я говорю Вы что? Так нельзя Говорить Просто клоун Саша Весело будет? Да Весело Мы там Так шутили Были всякие Станные номера Передачи Была даже Такая Это как Станция У нас На Бросайке Были все Станции Город Станция Рисуйка Станция Спорт Станция Город И Дурилки Была Станция Где мы Вообще Дурили Вообще По черному Например Завязывали Участникам глаза На ниточку Навязывали Всякие Бананчики Всякие Жирочки И вот он идет С этими ножницами Как ему говорили Миша Влево Влево А он идет Вправо Кому-нибудь В глаз Если не ножницы А у нас В студию Звонок Здравствуйте 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 Девочки Здравствуй Сашуль Наташа А ты сейчас Только что Рассказывал О Бросайке И тебе звонит Наташа Редактор Бросайка Да Наташенька Привет Слушай Слушай Сашенька Расскажи Пожалуйста Вот твое Первое впечатление Когда ты пришел На Бросайку На телевидение И спроси У девочек Такое же У них Первый раз Было впечатление О телевидении Как они Относятся К телевидению И как ты Первый раз Пришел К нам На Бросайку Да Я конечно Очень волновался Звонком Мне позвонил Коллега мой Который Работал со мной В театре Он говорит Сань Кто сейчас Я говорю Я работаю Клоуном А он говорит Слушай Приди на студию Тогда-то Тогда-то Вас только Там тебя встретит Дама Людмила Александровна И в общем Куда-то тебя поведет Я приехал С концерта Вот с этим носиком Вот с черной шляпкой Которая у меня Это какого Из Парижа Вот эта шляпка Французская В этой шляпке Оделся Оделся значит И Меня повели В студию Я так волновался Я одел вот этот носик И спрашивал Дам Вот Людмила Александровна Безобразова Режиссер И вот Наташа Которая сейчас Вот Это какого Позвонила На студию Конечно я волновался Я говорю Носик вам нравится? Нравится носик А шляпка? Нравится А то что Я щеки так нарисовал Нравится И конечно Что это какого У меня появилось Настроение Уже конкретное Что я должен делать Какие у нас Данцы будут На бросайке Наташенька Я правильно отвечаю На вопрос Она уже ушла Девочки А вот вы Когда попали На телевидение Что вы хотели увидеть Что вы увидели На самом деле И Такое у вас Состояние Я первый день Вообще Просто Пришла вот такая Учила Вот учила 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 И в результате Ляпнула Это то это бывает А вот я сегодня Вот первый день Если честно Немного страшно Но с вами весело И с вами легко общаться Ой я столько могу Рассказать всего Вот видите у меня Фотографии На столе Да Это все Мои театральные фотографии Мои театральные роли Перед клоуном Сашей Вот например Женечка Теличеев В театре играл Старика Хатабыча Это его большая первая роль А моя самая первая Я играл Вольку Например В этом Это для меня был Потом Женечка Теличеева Я его так называю Что я его люблю Мы с ним Мы работали в мюзикле Трудно быть сержантом Я Он играл Главного сержанта А я играл очкарика Тоже комическая роль Все время за ним бегал Говорит А медали здесь выдают Он говорит Боже мой Кого в армии набирают Такого Дурачка играл Потом я играл А вот замечательная Пластинка Я в театре застал Народную артистку Гликерию Васильеву Богданову Чеснокову Мы работали с ней В спектакле Свадьба с генералом Она знала Что я коллекционирую Грампластинки И подарила мне Свою пластинку Одному Одному из театра Только у меня Нет ни у Ити Кривоноса Нет ни у Валика Сабуцкой Только у Саши Ширяева Она написала Сашенька Ширяев Никогда не забывай Как Кирилл Васильев Я ее люблю Потом было очень много Спектаклей разных Например Вот с Верочкой Артюх Мы работали в спектакле Ордерного убийства Где я Где я пел знаменитую песню Битлз Геул А русский текст написал Борис Гершт Очень известный режиссер И Ой, колпак поехал Очень известный режиссер И поэт И написал все тексты К этому спектаклю Потом был спектакль По пьесе Володина Ящерица Где я Играл Ушастого В общем много других А вот тут мы С моим другом Леонид Тихомировым В гримерке Видите тоже Шарики Уже тогда Мне хотелось Нарисовать что-нибудь У себя на роже Круглые Это мы репетируем Где-то под гитару Поем в гримерке Потом были всякие Еще и классические Тоже Персонажи Вот я не помню Где я такой В каком спектакле Даже не помню А вот таким мальчиком Я пришел в театр Мальчик колокольчик Ширяев Саша Все Рассказал вам про театр А вы помните Эту песню Битлз Гелл? Да Да Можете там спеть Без музыки Без всего Если б я знал Я бы принес Фонограмму И по-настоящему Там значит С Верочкой Артюх Я сейчас знаю Что она в Германии И вот снимок Уже показывали Вот видите Мы с микрофоном Вот в эту девочку Конопату Я влюбляюсь И у нас вот В финале Эта сцена Она Я ей все говорю Не может быть Чтобы Вы были и там И туда Она как бы В инопланетянку Превращается И здесь В общем Раскрываются Мои трогательные чувства К этой девушке Я пою Замечательную песенку Почему ты стала Неверный друг моя Гитара Тран-дан-дан-дан-дан В общем Так Вот если бы была фонограмма Я бы спел По-настоящему А у нас есть еще один клип Как Саша тоже работает Давайте тоже посмотрим Сбросай кино Пароходная Отдыхательная Пауза Ах, что такое Движится там По реке Белым дымом Играет И блещет Металлом На солнце Ах, что такое Слышится Там Далеке Это звуки И с тобой Знакомой Навстречу Влетят Ах, не солгали Причувствия Мне Да мне Глаза Ах, не солгали Ты видишь Белых Скользя По волне Плавно Навстречу Идет Пароход Ах, не стоит На палубе Там Уперил И смеется И плачет И машет Привет На платочках Да-да, платочках И по ветру Весеннему Нежно Поплыл В ней Листовой Знакомой Навстречу Слышь Глаза Ах, не солгали Причувствия Мне Да мне Глаза Не солгали Тех Что я видел Когда-то Во сне Гот ли Навстречу Иду Пароход Да, весело Хорошее было время А что это за девочки Врослые пелики Девочки Это Олечка И Леночка Леночка И сейчас Она спортивную программу На каком-то телеканале Ведет Вот Леночка И Олечка Они были первыми Ведущими Нашей бросайки Потом они сменились На двух маленьких Девочек На Свету И Анечку Которые сейчас Тоже выросли Уже Анечка Кстати У нас Художница Она очень много Выставляется Какого Рисует По-настоящему Светочка Я не знаю Чем она занимается Но они уже Взрослые девочки Стали Девочки Для чего я вам Эти весюльки Одел И накрасил носик Чтоб вы больше Улыбались А что такое Клоунада Клоунада Такой сложный Я даже заикаться Начал Такой сложный Жанр У него столько Разных Эпостасей Что Говорит Наверное Кто-то об этом Книге Напишет Как было раньше Как было Когда-то Как сейчас И что будет Впереди Клоуны могут Быть Сейчас же Можно И сделать Клоун Какого Компьютерный Там вообще Человек Внутри не нужен Тебе Тебе Компьютерный Я с ней Танц Беру Какую-нибудь Маму Мы с ней Делаем Какую-нибудь Репризу С моего Компакт Детского Например Цыганочку С ней Танцуем Вокруг Вот этих Качелей Потом Берем ее Малыша Спрашиваю Как его зовут И когда он Вместе Со мной Что-нибудь Станцует И споет Я ему Дарю Какой-нибудь Прис У меня Специальная Такая корзина Призовая Я оттуда Он закрывает Глазки Залезает Туда Рукой И вытаскивает Что-нибудь Алло Горошенько А ваша Призовая Корзина Она Большая Ну да Если Вот Мне Администрация Например Скажет Саша Вот кастрюлю С мороженым Раздай Всем детям Ууууу Счастье Вообще Всех Сюда Сюда Раздаем Мороженое А почему У клоунов Почти всегда Грустные глаза Ну Я так Про свои глаза Когда я работаю Никто никогда В жизни Вообще Не скажет Ни дети Ни друзья Что у меня Грустные глаза Нормальные Все Не у вас Но вообще Нет Ну вот Бывает Я говорю Что опять Категория Клоунов Тире Мимов Да Они же Такие Как вот Пиров Бурати Но он все прям пропал Он же какой у него макияж Вот такой грустный и капелька там На щеке А можете пожелать что-нибудь детскому телевидению? Детскому телевидению Такое родное для меня Вообще название Потому что я 6 лет работал В детской редакции На нашем пятом Канале Желаю чтобы это дело В котором вы сейчас находитесь Чтобы оно никогда не Затихало Чтобы оно развивалось Потому что детки у нас всегда появляются Детки рождаются Детки учатся Чтобы были чудесные Приятные Ох как ты тут Панталоны мне рисуешь Чтобы Это детское телевидение Никогда Не сворачивало свою Любовь и к детям И к общению с ними Это же так интересно Можно детей На экскурсию повезти в парк осенний Наделать красивых этих венков Да что угодно На рыбалку сходить с детьми Провести Шикарный день рождения с одноклассниками И так далее Желаю Желаю Процветать Спасибо большое А наша передача подходит к концу Ань Давай покажем Что у тебя получилось Анечка нарисовала только панталоны Не полная копия Но как-то так Ну как-то так Молодец Давай только красный носик сделаем В центре Потому что это самое главное Без красного носа Никакой клоун тут не Вот Спасибо тебе большое А мы с вами прощаемся С вами была передача Остров радуги Ее ведущие Лиза и Аня И у нас в гостях был клоун Саша Увидимся в следующее воскресенье До свидания Пока Пока Как-то в шкафу я случайно нашла Что-то в потертой и старой картинге И вдруг далекая юность вошла В треский шумок на заветной платинке Звучит реалита И бабушке всего восемнадцать Звучит реалита Надеждами души полны Все так беспечно Жив бесконечно И только лёг сны И только чудесные сны Время мгновенно, как сказочный бал Вот уже внук так похожий на деда Снова пластинку со шкафа достал Ожило вновь да военное лето Звучит реалита Мелодия целого века Звучит реалита Приметы с далёкой страны Где всё беспечно Жив бесконечно И снятся ночью Только чудесные сны ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА